Сегодня я покажу, как сделать в Гудине вот такую вот процедурную пещеру и как перегнать ее в Юнити с помощью Гудини Энжина. Давайте посмотрим, как это выглядит. Ну вот, как видите, это полноценный играбельный уровень. Такая себе пещера. Вот внутри светильники, лежат камни, есть какие-то пропсы. Да, и в целом по уровню уже можно бегать, уже можно с ним что-то делать. Осталось только добавить какую-то игровую логику, и в общем можно продавать игру. А самое главное, что вся эта пещера генерируется на основе вашего простого рисунка. Вот, вы видите, у меня здесь есть psd-файл. Я могу выбрать другой файл. И мгновенно пещера у меня перестроилась. У меня теперь все лежит на других местах. У меня другая конфигурация пещеры. И при этом все это также играется. Да, у меня точно таким же образом. Можно бегать по пещере и собирать лут. И psd-файл выглядит вот таким образом. Обратите внимание, у меня здесь есть три слоя. На самом деле слоев может быть гораздо больше. Все зависит от фантазии. Основной слой это у меня карта пещеры. Это вот зеленая. Я просто быстро что-то намалевал. Дальше у меня есть вот этот вот слой красный. Это точка спавна игрока. И синие это точки спавна пропсов. Да, вот сундуков в данном случае. То есть вот у меня первая пещера, вот вторая пещера. Я могу наделать таких пещер очень много, как вы понимаете. Тут особо таланта не требуется. Таким образом вы можете очень быстро прототипировать уровни. Да, вы можете добавлять новые проходы, новые комнаты, убирать старые, перемещать лут. То есть самая такая ресурсоемкая часть разработки, а именно создание контента, она очень сильно ускоряется благодаря гудине и процедурности. Конечно, на процедурность нельзя полагаться целиком. Всегда видно, где что-то сделано руками, а что-то сделано процедурно. Но всегда можно совмещать. То есть можно создать процедурную основу вашего уровня и потом уже вручную ее допиливать. И смотрите, как быстро и легко я могу добавить, например, новую комнату к моей пещере. Я просто перемещаюсь на нужный слой и начинаю рисовать новую комнату. Допустим, она будет как-нибудь так. И допустим, я могу еще сюда какой-нибудь пропс поместить. Опа. Давайте я сохраню этот файл с новым именем. Вот файл сохраняется. Теперь давайте мы его подгрузим в гудине-энжин. И, пожалуйста, вот видите, у меня появилась вот эта новая комната. Давайте до нее прогуляемся и убедимся, что все в порядке, все на месте. Так. Вот у меня появился новый проход. Довольно узкий, надо сделать его пошире. Но, пожалуйста, новая секретная комната готова. Немного теории, как все это работает. Итак, у нас есть какой-то проект в гудине, в котором вы с помощью нод создаете вашу процедурную геометрию. После этого вы сохраняете на диск hda-файл. Да, то есть ваш цифровой ассет. Про работу с цифровыми ассетами у меня есть отдельная серия уроков на канале, так что не забудьте ее посмотреть. После этого этот цифровой ассет загружается уже в Unity. Или в Unreal, или в любых других пакетах, где есть Houdini Engine, с помощью Houdini Engine. И после этого уже в Unity у нас генерируется по этому ассету какая-то геометрия. Эта геометрия генерируется во время редактирования, то есть на ней может генерироваться рантайм. Почему? На самом деле очень просто. Потому что всякий раз, когда вы загружаете цифровой ассет из Houdini, у вас, по сути, в Unity открывается новая сессия Houdini. То есть для того, чтобы это работало, у вас на компьютере должен быть установлен Houdini. По-другому никак. Соответственно, вы не можете продавать игру своим игрокам вместе с Houdini. Это было бы немножко негуманно. Этот ассет создается во время редактирования. Доксирование. После этого он сохраняется, бейкается. И дальше вы уже можете все это дело компилировать и, пожалуйста, продавать в Steam. Вот такая цепочка. Сначала мы работаем в Houdini. Создаем цифровой ассет и передаем его в Unity. Основной вопрос. Почему нельзя этого делать через модели? Ну, конечно, можно. Мы могли сохранить все это дело куда-нибудь в FBX. Опять-таки, на канале есть уроки про это. И передать в Unity. Но, как вы понимаете, FBX – это просто передача геометрии. А вот с помощью Houdini Engine мы можем передавать гораздо больше. Ну, например, банально, мы можем делать Collision Mesh. Для ваших моделей, которые сразу будут подхватываться Unity. Вы можете создавать теги. Слои. Вы можете делать инстансы. При этом это могут быть инстансы как геометрии, так и инстансы префабов. Мы можем делать сразу же объекты статичными. Мы можем сразу же назначать их материалы из Unity. В общем, очень много вариантов, как мы можем взаимодействовать с Unity и с Houdini. То есть мы прямо в Houdini с помощью атрибутов и групп задаем какие-то определенные свойства нашего проекта. И эти свойства автоматически подхватываются Houdini Engine. Более того, у нас есть очень классная штука. Мы можем обратно в наш ассет прочитать геометрию из Unity и использовать ее в нашем ассети. Ну, например, вы можете подгрузить в Unity какие-то модели, какие-то префабы. После чего прочитать эту геометрию в вашем ассети и использовать эту геометрию. Ну, например, ее размер и ее форму для того, чтобы расположить эту геометрию в пространстве. Да, то есть таким образом вот эта вот связка через Houdini Engine гораздо более мощная, чем связка через какие-то сторонние форматы. Конечно, здесь есть и определенные недостатки, потому что Houdini Engine работает, ну, не то чтобы суперстабильно и супернадежно. Есть какие-то моменты, где не все обновляется, есть какие-то моменты, где нужно как-то хитрить. Но все эти плюсы, конечно, перевешивают. Поэтому давайте начнем наш проект и посмотрим, как все это работает. В нашем сегодняшнем проекте мы будем использовать ассеты из Game Development Toolset. Если у вас их нету, вы идете сюда вот, добавляете Shelf Game Development Toolset или SideFX Lab 18-й версии. Потом вы переходите на эту полку, выбираете Update Toolset. И у вас все необходимые ассеты загружаются. Давайте мы начнем. Я создам контейнер геометрии, Geo. И я сразу же воспользуюсь инструментом из Game Dev Toolset, который называется PSD File Tracer. Вот так он называется Game Dev Tracer PSD File. Он очень простой. По сути, внутри у нас стоит самое основное нода trace, которая трассирует вашу картинку. И с помощью коп-нетворка у нас подгружается PSD File и разделяется на отдельные слои. И выглядит это следующим образом. Мы с вами подгружаем наш PSD-шник. Давайте вот, например, вот эту. И выбираем название слоя. Ну, например, слой, который называется Cave. Вот он у меня, Cave. Важно, чтобы название слоев в Photoshop совпадалось с теми названиями, которые вы здесь выбираете. Вот я выбрал слой Cave, и у меня сразу же отрисовалась эта картинка. Она отрисовалась в виде самой обычной гуденевской кривой. То есть это полигон. Вот можете видеть один примитив, 383 точки. И мы с этим уже можем работать, как с обычной геометрией. Для начала давайте мы эту геометрию увеличим. Потому что сейчас она очень маленькая, как вы видите, в пределах одного метра. Положим ноду Transform. И поставим сотню. Вот, теперь размер более подходящий. Уже там 84 на 84 метра. Можно с этим работать. Итак, что я хочу сделать? Я хочу выдавить из этого пещеру. И здесь есть два нюанса. Во-первых, мы хотим сделать такую сводчатую крышу, потолок, который будет как-то занозен и будет красиво изгибаться. И во-вторых, мы хотим сделать пол. Пол тоже не должен быть абсолютно ровный, он должен изгибаться вниз немного. То есть, по сути, мы хотим, чем дальше мы отходим от края, тем выше должна подниматься поверхность. Ну, во-первых, нам необходимы точки здесь. То есть, мы должны с вами разбить эту поверхность на отдельные треугольники, для того, чтобы нам было что поднимать. Ну, давайте с этого начнем. И положим ноду, которая называется Remesh. Единственное, что я ее пока не буду подключать, для того, чтобы она не тормозила. И сразу же здесь изменю Target Edge Length. Потому что у нас гигантская модель. Давайте мы сделаем, что у нас... Мы будем разбивать нашу модель. Скажем, что у нас будет 2 метра между точками. Поставим так. И вот, пожалуйста, вы видите, у нас модель побилась на треугольнике. И у нас уже появляются точки, которые мы можем наверх двигать. Ну, мы можем сделать даже, наверное, меньше, 1,5 метра, например. Ну, что-то типа того. Теперь смотрите, нам необходимо найти расстояние до вот этого края. Для этого мне сначала необходимо выделить вот эти вот крайние точки в группу. Давайте я положу ноду группа. Эту группу я назову Edge. Это будут группы на точках. Я убираю Base Group, включаю Include by Edges и выбираю Unshared Edges. И теперь у меня все крайние точки выделились в эту группу. Вот видите, они желтые. И дальше для того, чтобы найти расстояние вот от этих точек до каких-то других точек, я воспользуюсь нодой Falloff. Здесь есть небольшой нюанс. Если вы работаете в 18-й версии, у вас этой ноды уже нету. Я чуть позже покажу, чем ее заменить. Значит, как это выглядит? Нода Falloff позволяет как раз искать расстояние по геометрии от каких-то точек. И как раз мы можем выделить группу этих точек. И у нас уже есть эта группа, она называется Edges. И вот вы видите, у нас появляется такая визуализация градиентом. И мы можем, меняя вот этот вот параметр радиуса, изменять этот Falloff. Ну, допустим, у нас будет что-то вроде 4-х метров. Там посмотрим. Что же эта нода делает? Она создает атрибут с названием Falloff. Вот он на точке. И по умолчанию стоит режим нормализованной дистанции. То есть у нас будет атрибут от 0 до 1. То есть 0 — это самое близкое расстояние, а 1 — это 4 метра. Вот, вот, смотрите. От 1 до 0. Дальше мы этот атрибут сможем прочитать в нашей логике для того, чтобы поднимать и сгибать стены пещеры. Если вы работаете в 18-й версии, то у вас вместо Falloff есть нода, которая называется Distance Along Geometry. Вот так вот она называется. Она отличается от Falloff главным образом тем, что она не нормализует значение. То есть у нас вот в этот выходной атрибут dist записывается расстояние абсолютное. Соответственно, дальше вам все, что вам нужно будет сделать, это просто поделить этот атрибут на ваше число. Второй вариант. В SideFX Lab у нас появился ассет, который называется Distance From Border. Этот ассет, который позволяет работать именно так, как мы с вами работали. Более того, внутри стоит нода Falloff и даже группа, которая выделяет Border. Соответственно, вы просто можете поставить этот ассет, включить, что у вас Distance Attribute Falloff и работать точно так же. И вам даже не нужна будет нода группа в таком случае. И Falloff будет от 0 до 1. Это точно так же находится на полке SideFX Lab. Отлично, у нас есть этот атрибут. Давайте теперь выгибать потолок. Для этого я воспользуюсь нодой AttributeVop. Ну, вы можете сделать это в Vexi. Итак, что мы должны сделать? Нам нужно подтянуть наш атрибут с помощью нода Bind. Пишем Falloff, Falloff. И дальше нам необходимо взять Y-координату нашего вектора позиции и поднять ее наверх. Соответственно, мы можем воспользоваться, ну, например, VectorToFloat, потом FloatToVector. То есть мы сначала раскладываем три координаты на отдельные числа, потом обратно их подключаем. И вот здесь вот в среднюю часть координаты по Y мы будем втыкать, соответственно, что-то новое уже. Сейчас у нас, конечно, координата по Y равна нулю. То есть мы можем не учитывать вот это вот входящее значение. Но, в принципе, почему бы нет? Давайте мы сделаем следующую историю. Мы с помощью ноды AD прибавим к нашему значению, значение Falloff. И посмотрим на то, как это выглядит. И, как вы видите, у нас сейчас все инвертировалось. То есть у нас ближе к краям получается единица, ближе к центру получается ноль. Ну, соответственно, давайте мы это дело инвертируем тоже. Для этого у нас есть нода комплимент, которая просто вычитает наше число из единицы. Давайте мы поставим ее сюда. И, пожалуйста, теперь у нас поднимаются края. И нам осталось только добавить регулятор высоты. Все, что нам нужно сделать, это просто домножить наш вот этот Falloff на какое-то число с помощью ноды Multiply. На ноде Multiply средней кнопкой нажму и выберу Promote параметр. Это у меня будет параметр с названием высота. Вот у нас появился на верхнем уровне. И теперь с его помощью мы можем поднимать вот эту часть пещеры. Единственное, что у нас сейчас получается такой линейный подъем. Да, потому что, ну, правда, у нас просто линейное расстояние. А было бы здорово, если бы подъем был закругленный. Как-то вот так вот. То было бы более похоже на настоящую пещеру. То есть нам необходимо превратить линейную функцию от 0 до 1 в функцию вот такую. На самом деле это делается с помощью функции Power. То есть нам нужно возвести просто в степень. И в зависимости от той степени, в которой мы возводим наше число, у нас будет меняться изгиб. Давайте мы это сделаем. Вот сюда я добавлю ноду Power. И я запромочу вот этот параметр экспоненты. Итак, если я повышаю экспоненту больше единицы, у меня изгиб получается вот такой. А если я делаю ее меньше единицы, ну, допустим, 0,5, у меня изгиб получается вот такой плавненький. Но сейчас у нас здесь потянулись треугольники. Как вы понимаете, да? Потому что вот здесь у нас треугольники гигантские, здесь треугольники маленькие. Поэтому дополнительно давайте мы положим еще один ремеш. Снова сделаем там те же полтора метра. Для того, чтобы выровнять все эти треугольники. Дальше смотрите, какая история. У нас внутренняя часть пещеры сейчас, на которую мы, собственно говоря, и будем смотреть, а это тыльная сторона полигонов. Вот это вот внешняя сторона полигонов, потому что мы, естественно, изначально клали вот эту картинку, которая смотрела наверх, дальше мы ее наверх выгибали. Соответственно, нам необходимо реверснуть наши полигоны для того, чтобы они были вообще видны в нашем движке. Поэтому положим ноду Reverse. И, пожалуйста, полигоны реверсированы. Кстати говоря, мы можем нажать D над Viewport, пойти в Optimize и выбрать Remove Backfaces. В таком случае мы как бы эмулируем то, что мы будем реально видеть в движке. Мы будем видеть только лицевую сторону полигонов, а тыльная будет обрезаться. Давайте пока я это удалю. Все прекрасно. Теперь нам осталось сделать пол для нашей пещеры. И пол мы будем делать абсолютно так же. Вот у нас есть наша нода Falloff. Мы просто скопируем полностью вот эту ноду AttributeWop. То есть это у нас будет Walls, а это у нас будет называться Floor. Итак, все, что мне здесь надо изменить, это убрать этот комплимент. Давайте посмотрим. Вот, пожалуйста, теперь наш пол выгибается вниз. Но он выгибается, естественно, слишком сильно. Давайте подрегулируем вот эту историю. Ну вот типа того. Здесь мы можем опять-таки поиграть с экспонентой. Может быть для того, чтобы ближе к стене у нас был более такой пологий склон. Но это, в общем, все можно делать в процессе создания пещеры, уже в процессе тестирования. И дальше у нас единственная проблема заключается в том, что мы сейчас подняли наш пол. Поэтому он находится не на нулевом уровне, а находится выше. Давайте я с помощью ноды Merge объединю эти два потока. И вот мы увидим, да, что пол у нас находится вот на этом уровне. Соответственно, пол нам нужно опустить. Я сделаю с помощью ноды MatchSize. Здесь я уберу JustifyX, JustifyZ, а по Y я выберу Minimum. Точнее, извините, максимум. И теперь у меня верхняя кромка пола всегда будет лежать в нуле координат. И, пожалуйста, у нас получилась такая цельная нормальная геометрия. Пол нам уже не нужно реверсировать, как вы понимаете. И, в принципе, уже с этим можно работать. Единственное, что я предлагаю еще добавить noise к высоте потолка, да, потому что сейчас она везде у меня одинаковая. Это может быть немножко скучновато. Настоящие пещеры, они все-таки более рандомные. Ну, на самом деле, все очень просто. Все, что мне нужно сделать, это вот в этом вопе добавить noise. То есть я выберу Turbulent Noise. К нему мне необходимо подключить позицию P. И дальше я могу запромотить вот эти параметры. Частоту, тип ноиза, Offset, Amplitude и, наверное, Roughness тоже, хотя Roughness, наверное, всегда должна быть нулевой. И на выходе у меня, соответственно, будет некое значение noise. И дальше я могу, например, прибавить значение noise к нашему значению falloff. То есть мы здесь можем, допустим, поставить какой-нибудь Sparse Convolution Noise, сделать частоту что-нибудь типа того, увеличить амплитуду. Так, частоту можно еще уменьшать. Так, Roughness 0 ставим. Уменьшаем частоту еще. Ну вот отлично. Как вы видите, у нас появляются уже какие-то более высокие участки. У нас есть более низкие участки. Да, потому что Sparse Convolution, он идет от минус-1. Но у нас возникает проблема, с тем, что вот эта часть у нас точно так же занозивается. Да, поэтому если мы все это дело объединяем с полом, ну, как вы видите, получается какая-то чехарда. Поэтому нам необходимо наш noise точно так же домножить на значение falloff. Вот чтобы у стенки он был равен нулю, а здесь был равен единице. И все, что нам нужно сделать, поставить ноду Multiply. Вот сюда вот. и домножить noise на вот это значение falloff. И теперь, как вы видите, ближе к стенкам он будет равен нулю, этот noise. А здесь, соответственно, он будет повышаться. Теперь мы можем поиграться с параметрами и убедиться, да, что вот, пожалуйста, noise реально работает. Ну что, уже выглядит круто. Давайте мы добавим еще пару моментов. Мне не нравятся вот такие вот резкие скачки геометрии, которые у нас получаются из-за того, что у нас сплошные треугольники. Поэтому я предлагаю дополнительно поставить ноду Smooth. Нода Smooth, как вы видите, и как в общем следует из ее названия, сглаживает поверхность. С помощью вот этого ползунка можем менять силу. Давайте сделаем что-то типа вот того. И у нас получается более такая гладкая, приятная поверхность. Дальше нам, естественно, необходимо облегчить эту геометрию. Сейчас у нас 11 тысяч полигонов. Это, в общем, не гигантское число. Но было бы здорово иметь возможность менять его, потому что все-таки мы говорим про игры, мы говорим про оптимизацию и так далее. Поэтому давайте мы дополнительно положим ноду PolyReduce. Обязательно сохраняемся после разных таких операций. Подключаем нашу геометрию и начинаем уменьшать количество полигонов с помощью этого слайдера. Это количество процентов полигонов, которые у нас остаются. И единственное, что я бы здесь предложил, сохранить вот эту нашу группу. Для того, чтобы те точки, которые попадают в эту группу, крайнюю, они оставались на месте. Для этого нам необходимо выбрать группу, которая называется Hard Points. Мы выберем группу Edge. И таким образом вот эти точки останутся, будут оставаться на месте. А остальные точки будут исчезать в соответствии с этим алгоритмом. Ну, давайте поставим что-то типа 30%. Естественно, это число можно вынести в параметры, его регулировать уже в Unity. Ну, вот что-то типа того. Три с половиной тысячи полигонов в принципе терапимо. Можно сделать еще меньше. Дальше нам необходимо добавить нормали. И, в принципе, наверное, 60 градусов это вполне нормальное число. В данном случае можно сделать, может, чуть даже побольше. Потому что у нас более гладкая поверхность должна быть везде. Вот так у нас теперь выглядит наша пещера. И, кстати говоря, как вы видите, она у нас зеленая. Зеленая она потому, что нода subtrace psd-файл у нас читает цвет из нашего PSD-шника. А как вы помните, пещера у меня была нарисована зеленым. Ну, поэтому давайте мы здесь положим ноду attribute delete где-нибудь в начале. И сотрем атрибуты. Я предлагаю стереть атрибут color и также стереть атрибут UV, который у нас по умолчанию положился вот в этой ноде. Он, в принципе, здесь особо не нужен. Ну, вот получается такая геометрия. Давайте мы теперь перенесем ее в Unity и посмотрим, как это выглядит. Что для этого нам нужно сделать? Для этого нам необходимо создать ассет. Ассет мы будем создавать на уровне OBJ. Это важно, да, потому что в наш ассет будет входить несколько OBJ нод. У нас будут сходить ноды там со спавном, с инстансами камней и так далее. Поэтому будем создавать его на уровне OBJ. Выходим на верхний уровень. Эту ноду мы назовем cave.jeo. И дальше создадим ассет. Для этого я выделяю эту ноду и нажимаю эту кнопку create subnet from selected. Да, теперь у меня есть еще один уровень subnet. Да, то есть я поднимаюсь наверх, у меня subnet, захожу внутрь, у меня cave.jeo, захожу внутрь, у меня только там начинается геометрия. И этой я назову cave maker. Теперь давайте сохраним это как ассет. Щелкаем правой кнопкой, выбираем create digital asset. Здесь я сейчас выберу вот такой путь dollarhip slash hd cave maker. вот так у меня ассет будет называться. То есть я сохраняю папку текущего проекта под папку hd и сохраняю с названием cave maker. Выбираем accept. Сейчас я быстро создам все параметры. Если вы не знаете, как это делать, обязательно посмотрите мою серию уроков про работу с цифровыми ассетами. Давайте мы выберем вот это, сделаем invisible. Пойдем внутрь и начнем переносить важные мне параметры. Так, во-первых, это, конечно, имя файла. Мы можем перенести также скейл сцены. Допустим, это будет от 1 до 200. Типа того. Так, мы можем перенести ремеш, в принципе, наверное, хотя давайте пока его оставим. Слишком много параметров делать тоже не хорошо. Так, вот этот вот радиус фалофа. Так, дальше переносим параметры стен. Давайте я добавлю папку. Назову ее walls и сюда я перенесу высоту, экспоненту, noise type, frequency и амплитуду. остальные мне не нужны. Так, этот ремеш я не буду трогать. Вот этот смуз можно положить дополнительно. Это будет называться smooth. Так, это не нужно. Общий поле reduce, естественно. И дальше создаем также папку с названием floor и сюда мы перенесем некоторые значения вот отсюда. Это конкретно высота и экспонента. Пока этого хватит, нажимаем accept и у нас наша нода превращается в осет. Теперь этот осет мы можем подгрузить в Unity. Вот я открыл свежий проект в Unity. Давайте начнем. Для начала нужно установить сам Houdini Engine. Это делается следующим образом. При установке Houdini вам предложат поставить галки на тех компонентах Engine, которые вы хотите установить. Вы ставите компонент для Unity. И после этого вам необходимо установить Unity Package. Он находится вот здесь. Program Files, SideFX Software, то есть место установки Houdini. Идем в нужную вам версию Houdini. Выбираем Engine и Unity. И у вас здесь будет лежать Unity Package File. И все, что вам нужно сделать, это его запустить при открытой сцене в Unity. Дальше мы нажимаем Import. И все, пожалуйста, Houdini Engine установился. Вот вы видите здесь его окно. И дальше мы можем начинать работу с соседами из Houdini. Давайте я выберу Houdini Engine и выберу Load HDA File. Теперь я иду в ту папку, куда я сохранил свой HDA. Вот он у меня называется Cave Maker. И, пожалуйста, у меня добавился объект с названием Cave Maker. На нем установился компонент Houdini Engine, с помощью которого я могу запускать наш осет. Этот осет уже, как вы видите, находится здесь со всеми параметрами. Помните, walls, floor. Это те параметры, которые мы создали в осете. Но пока мы ничего не видим. Почему так? На самом деле все довольно просто. Смотрите, у нас здесь путь до файла PSD стоит с учетом HIP-директорий, то есть это папка текущего проекта. Но когда мы с вами запустили Unity, мы по сути запустили новую сессию Houdini, и папка текущего проекта теперь находится вот здесь вот, в другом месте. И для того, чтобы все заработало, мне нужно просто здесь выбрать абсолютный путь. то есть я выбираю нашу пещеру, и пожалуйста, узрите, все заработало. У нас полностью наша геометрия перенеслась в Unity. И здесь мы можем менять наши параметры, и наша геометрия чаще всего будет нормально подстраиваться. Ну, например, давайте мы поменяем там амплитуду шума. Поставим здесь 10. Вы видите, у нас прямо в Unity мы можем теперь влиять на нашу геометрию. К сожалению, иногда это глючит, особенно когда мы работаем с PSD-файлами, в частности, мы работаем с COP-нетворком, потому что у него есть свой кэш, и если вы что-то там перерисовываете, если вы что-то создаете новое, вам иногда приходится перезагрузить PSD-файл, то есть выбрать просто какой-то другой PSD-файл, поэтому если вы создаете новую версию, лучше сохранять ее в новый файл. Но опять-таки, это поможет вам сохранить какие-то старые версии. Но в целом, как вы видите, все более-менее работает. Мы можем смузить нашу поверхность, мы можем менять здесь амплитуду, менять частоты нойза и так далее, и тому подобное. Менять высоту потолков, сделать их равными 10. Давайте посмотрим на сам этот компонент. Здесь у нас есть несколько вкладок. Во-первых, вкладка Generate. И здесь у нас есть две главные кнопки Rebuild Asset и Recook Asset. Если вы меняете какую-то логику ассета, то все, что вам нужно сделать при сохранении новой версии, сделать Recook. Да, в таком случае у вас как бы ассет приготовится заново, но при этом какие-то вещи дополнительные, которые вы вот здесь устанавливаете, например, материалы и так далее, они у вас останутся неизменными. Если же вы добавляете какие-то новые параметры, или у вас появился какой-то глюк, или что-то не обновляется, вам нужно нажать Rebuild Asset. В таком случае у вас полностью стирается все, что было здесь, и заново перестраивается вся эта иерархия. Но при этом, соответственно, если вы здесь устанавливали какие-то дополнительные скрипты, дополнительные материалы, это все тоже сотрется. Вот поэтому будьте внимательны. Следующая вкладка Bake позволяет результат работы Houdini Engine забейкать просто в обычный префаб, например. Да, использовать уже в других проектах без Houdini Engine. Следующая вкладка Events. Вы можете запускать какие-то скрипты по каким-то событиям, например, после того, как произошел Rebuild или Recook, для того, чтобы опять-таки можно было автоматически подсоединить какие-то скрипты или что-то еще дополнительно сделать. Дальше у нас есть какие-то опции ассета и непосредственно параметры нашего ассета. Здесь все просто. Когда мы с вами создаем какую-то геометрию, она помещается вот сюда внутрь. И как вы видите, у нас появился Cave Geo Normal 1. Normal 1. Я честно не знаю, почему это повторяется два раза, это немножко раздражает. То есть, это последняя нода, которая у нас была в SOP-контексте, Normal 1. Она сюда ставится. И у нас, как вы видите, появилась обычная нода с mesh-рендерером и mesh-фильтром. И в этом mesh-фильтре у нас хранится соответственно наша геометрия пещеры, которая с помощью вот этого mesh-рендерера вот таким вот дефолтным материалом нашего engine рендерится. Вот примерно так это работает. Но как вы видите, здесь у нас, например, нет геометрии коллизии. Если мы хотим побегать по нашему уровню, нам эта геометрия нужна. Как же ее сделать? Вообще, Houdini Engine довольно хорошо документирован. Ну, то есть, как хорошо? Там многое описано, но какие-то нюансы там упускаются. И, к сожалению, приходится методом проб и ошибок проверять какие-то моменты. Но, в принципе, вот это вот sidefx.com docs unity это ваша любимая вкладка на долгое время. Здесь есть рассказ про то, как работать с engine, как можно перетягивать, какие параметры, какие можно использовать атрибуты, какие группы, как назначать материалы и так далее. Здесь все это описано. Немножко сухо и кратенько, но это здесь есть. Так вот, мы можем на нашей геометрии в Гудине добавлять какие-то группы, которые будут использоваться unity для каких-то конкретных вещей. Например, давайте посмотрим группы. Здесь есть, например, группа collision.geo, пожалуйста, которая превращается в коллайдер. Дальше у нас есть конвексная геометрия, у нас есть видимая геометрия коллизии и так далее. У нас есть группа для лодов отдельно, но нас с вами интересует сейчас вот эта группа collision, нижнее подчеркивание, geo. И все, что нам нужно сделать, чтобы геометрия коллизии появилась в нашем результирующем проекте, это добавить эту группу. Проблема заключается в том, что если у нас есть такая группа с названием collision, нижнее подчеркивание, geo, то вся эта геометрия становится невидимой и превращается, соответственно, в меж коллайдер. Поэтому нам необходимо продублировать нашу геометрию с помощью обычного мёрджа. То есть мы втыкаем обычную нашу геометрию и втыкаем группу collision, geo. Теперь давайте сохраним изменения в наш осет. Для этого мы выходим на верхний уровень, правой кнопкой выбираем save node type. Переходим обратно в unity и давайте выберем кнопку recook осет. И теперь, как вы видите, у нас здесь появился mesh collider. Вот он, пожалуйста, виден, который ссылается на конкретную геометрию collision geo. Более того, мы с вами можем теперь сделать кастомной геометрию коллизии. Ну, например, можем поставить какой-нибудь полиредюс здесь дополнительный, да, или бы как-то еще ее изменить, заменить ее на квадраты и так далее. Таким образом, у нас геометрия коллизии будет отличаться от геометрии для рендера. Это очень удобно. Ну, давайте сейчас, пока мы этого делать не будем, но в целом, вот таким образом мы можем добавлять любые коллайдеры к нашей геометрии. Отлично, давайте теперь мы попробуем побегать по нашей пещере и посмотрим, как это выглядит изнутри. Я сейчас работаю в Unity 2019.3. К сожалению, стандартные ассеты Unity из Asset Store там, где у нас есть персонажи, пока не совместимы с этой новой версией Unity, поэтому я вытащил этих персонажей отдельной в библиотеке, запаковал их. По ссылке в описании вы сможете их скачать и установить себе для того, чтобы не терять время. Выглядит это вот так вот. Character Unity Package. Просто нажимаем два раза на него и у нас импортируются только персонажи, которые были в стандартных ассетах. вот у нас появилась эта папка. Выберем здесь First Person Character, Prefab и выберем FPS Controller и положим куда-нибудь сюда в сцену. Давайте мы передвинем куда-нибудь на какой-то старт и, соответственно, поднимем повыше. Ну, типа того, сохранимся и, в принципе, уже сейчас можно будет играть. Так, вот мы появились в нашей пещере. У нас пока нет текстуры, нет освещения, все выглядит ужасно, но уже можно бегать и оценить масштабы, что, в принципе, масштабы правильные, коридоры достаточно широкие, и по ним можно бегать, и мы при этом не можем пройти сквозь стенку, ну, разве что кликнуть где-то случайно, здесь можно все это поднастроить будет. Отлично, вот появился какой-то результат, ну, давайте продолжать. Но продолжим мы уже в следующей части урока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok